Здравствуйте! Вас приветствует канал Изуальный Мир. И сегодня я приехала высаживать, скажем так, третью часть своей питуньи. Но сегодня буду высаживать крупноцветковую, вот такую беленькую и такой яркий пурпурный цвет. Конечно, пока мы ехали, у нас сегодня, во-первых, 25-27 градусов жары. И пока мы ехали, она выглядит, ну, очень так поникла, скажем так, хиленькая такая какая-то выглядит. Но ничего страшного, я ее сейчас посажу в почву, и она быстренько придет в себя. Она у меня в таком контейнере уже около месяца, цветет около месяца. Вообще в разном контейнере она у меня все, что было дома, туда и сажала. Вот даже и горшочек такой. Три цветочка, два, наверное, пурпурных и один белый, а может быть, три пурпурных, не знаю, пока сама не определилась. Я высажу в такую большую кашпу, примерно добавлю сюда один такой пакет 5 литров покупной земли с добавлением пертика, удобрения. И остальную часть я смешаю с землей, которая находится у меня на участке. Высаживать я буду в шахматном порядке, белая, пурпурная. Вот я уже начала, приехала. Ну, здесь я цветочки обрезала, и какую-то часть тоже буду сейчас сажать, обрезать, потому что она быстрее так у меня придет в себя. И обязательно, конечно, полью, потому что, ну, очень-очень-очень жарко у нас сегодня. Все поникло, и все надо поливать, все очень сухое. Высаживать буду в шахматном порядке, ну, то есть, пурпурная, белая, пурпурная, белая, вот таким образом. Через неделю я добавлю удобрения амофоскомид. Сейчас я вам покажу. Ну, это я сделаю через неделю, добавлю буквально немножечко в равных пропорциях. Здесь идет азот, фосфор и калий. Это удобрение идет для плодово-ягодных, цветочных, декоративных культур, удобрения, при выращивании также овощей. И вот в такое кашпо я посажу, обязательно с дренажными отверстиями, посажу вот такую вот лососевую петунию. Я ее сажала немножко позже. Она у меня вся попадала, ветром сдула. Корешки очень большие у нее, так что высаживать я буду, наверное, все-таки по два. Ну, не знаю, буду смотреть. Вот такие корни. Но я ее высаживала позже, чем вот эту вот крупноцветковую. Ну, еще у меня есть и с мелким цветочком, но там идет ампельная. Ее я тоже буду высаживать в открытый грунт. Ну, за работу. К примеру, как я буду сажать. Я бы выкапываю лунку на равном расстоянии. И в эту лунку буду сажать свои растения. Выкапываю лунку, чтобы поместился вот этот горшочек. Больше даже не копаю. Так, ничего не вношу, заметьте, на данный момент. Ни перегной, ни каких-то удобрений. Только аммофоскомид. Аммофоскомид добавлю. И немножко грабельками перемешаю с почвой. Вот и все. Вот моя лунка готова. И сейчас достаю из контейнера свой цветочек. Так. Предварительно я пролила дома. Вот. Такие корешки. Все беленькие. Замечательные. И сажаю вот в эту лунку. Так. Свою питунью. Говорю, ничего страшного, что она вот так вот поникла. Она буквально завтра утром уже будет совершенно выглядеть по-другому. И присыпаю землей. Немножко утрамбовываю. Все. И обязательно, конечно же, надо пролить. Пролить хорошенько эту нашу питунью. Проливаем. Вода немножко сейчас впитается. И еще раз я пролью. Вообще проливается надо при посадке, конечно, очень хорошо. Особенно, если у вас не было дождей. Все. И эта питунья завтра утром уже будет выглядеть совсем иначе. Она у нас поднимется. Цветочки будут выглядеть не такие тряпочки висеть. А красивые цветочки, крупные. Вот. И буду продолжать в таком порядке. Крупноцветковая. Белая. Крупноцветковая. И вот. Насколько хватит тут у меня места. Именно для крупноцветковой белой и крупноцветковой вот такой вот пурпурной. Я посадила первую, скажем так, партию своих цветочков. Через неделю я подкормлю амофоскомид удобрением. Но это сделаю я через неделю. И все же решила лососевую посадить по три штучки в каждое подвесное кашпо. По три штучки. Буду любоваться. И сюда посадила в такое большое кашпо. Сейчас перенесу его в другое место. Только хорошенько пролью. Вот такие вот нежные цветочки. Их будет много. Маленькие. И что самое интересное, у меня таких еще ни разу не было. Они закрываются ближе к вечеру. Такой петуни я еще не сеяла. Сюда я посеяла в большой кашпо. Все-таки четыре петунии. Моя петуния росла без дополнительного освещения. Поэтому, конечно, выглядит она немножко вытянувшись. Но ничего страшного. Сейчас буквально две недельки. И она будет пышненькая. И ее, так скажем, можно будет даже и не узнать. Буду сейчас продолжать. У нас потеплело. Каждый день буду что-то уже сажать, высаживать в открытый грунт. Все. Спасибо за внимание. А я в дальнейшем вам покажу, что получится. Какой ковер из петунии у меня получился. Всего доброго. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...